Старое лицо и Алена Я написала Геннадий Петрович От вас, женщины без ума, за ваш внутренний мир и внешний мир Такое вам мог написать несчастный человек, только не реагирует на них Их можно пожалеть, таких, которые пишут, пакости, вместе с их записульками Ну, я бы в защиту, вот знаете, очень хорошо, когда тебя похвалили И ты на этой похвальной волне того человека, который, как бы сказать, тебя немножко зацепил Вот видите, люди за меня, а ты такой-сякой и так далее Я за него заступлюсь Почему? Потому что примерно у каждого человека, который первый раз сталкивается с другим человеком У него как-то от внешности формируется свое мнение Он не знает внутреннего мира этого человека И по каким-то первым впечатлениям он начинает судить об этом человеке То есть это вообще там нормальная реакция И еще, знаете, зависит от того, а какой у этого человека багаж за спиной Если только вот какой-то негативный багаж То вот этот негатив, конечно, он в призме, через призму негатива Будет смотреть и на человека, который видит в первый раз Пока он и не докажет ему там обратное Ну это, я считаю, это вполне нормальная реакция Вполне нормальная реакция Поэтому просто-напросто посмотреть, почитать Если уж судить об этом человеке, знаете, как там вот Так уж капитально сказать Да, этот человек там Ну вот Даже у меня слова, язык не поворачиваю Сказать, что этот человек плохой Что этот просто человек находится на своем этапе развития В данном случае он проявляет свои там какие-то отрицательные качества Вот для того, чтобы понять, насколько эти отрицательные качества Не нужны в его жизни И они ему мешают Поэтому, ну, вот так вот как-то я Андрей, 2016, на старое лицо Вы наш вдохновитель и кладезь знаний А в лице главное, что оно излучает Андрей прав В каждом, в каждом человеке есть что-то положительное, что-то отрицательное Важно, вот если этот человек зашел на мой канал И там что-то там пишет И так далее Раз вы что-то зашли Вам что-то полезное для себя важно взять Пускай это лицо будет какое-то такое-то ужасное Или еще там как-то неприятное Но если из той информации, которая это лицо вам вещает Вы что-то для себя возьмете полезное Но это то, что надо А остальное, говорит, ну, оно просто-напросто так Знаете, есть вещи очень отталкивающие Но тем не менее нужные Кирилл мне пишет Беседа о жизни Ух ты, спасибо огромное за такой подробный ответ на мой вопрос Надеюсь, многим тоже будет полезно Толковый вы дядька, Геннадий Петрович Ну и к вам лет Ставлю ему лайк и сердечко Беседа о жизни Вы знаете, я, вот, повторюсь Я ваши комментарии читаю Практически я все читаю За исключением того, что Если лента ушла вперед Я слишком низко не опускаюсь Потому что я так просмотрел Вроде бы ответил А если вы какой-то вопрос задаете повторно Там уже, ну, будет, сзади этой ленты Я просто его не вижу И вы можете еще разок его повторить И я отвечу На некоторые вопросы Я отвечаю в видео На другие письменно На третий, вот, например, такой, как Про дегтярную воду Я уже сделал видео Я просто забыл, где там оно Оно просто среди видео В каком-то видео оно там просто упомянуто Как и что там делать Это мне надо искать Вы не хотите искать А я хочу Теперь Так как я сейчас сам Противопаразитарно вот это все Чисточку делаю Я тут и дальше хочу Эту воду сделать Вам показать Попить ее И рассказать уже свои ощущения Поэтому, как бы сказать Отложим некоторые темы На будущее Эта тема очень интересная И хочется ее, знаете, не скомкать Вот так вот За пять минут За десять-пятнадцать Потому что Это будет рассказ О березе И ее целебных свойствах Это я написал Большую статью Которую вы можете уже почитать Зайдя в библиотеку И, покопавшись в газетах Найти эту статью про березу И там рассказано все Как эта Дегтярная вода там делается И много других интересных вещей Но в данный момент Я просто-напросто Тяну время Чтобы приступить Вот к этой Чисточке Дегтярной водой И потом что-то вам рассказать Потому что сама по себе Чистка Вроде бы что там Пьешь эту дегтярную воду Но если внутри есть Различного рода Грибки там и микропаразиты Представляете Грибки Микропаразиты Попал На дерево Они его точат Превращают в труху И тут Вы начинаете Это дерево Дерево в начале Или когда только они начали Протравливать Вот этой вот Дегтярной водой Или там Креолином Или еще там Креазотом То что Грибок боится Так вот Когда в организме человека Вот эта вот ерунда Есть И он начинает Применять Дегтярную воду То естественно Вся эта ерунда Начинает Лезть наружу И вот В случае С женщиной Которая как раз Рассказала мне Про дегтярную воду Она вся была покрыта Коростой Примерно недели через 2 Через 3 После того Как она начала Применять эту воду И это длилось Где-то 2-3 месяца Вы так все спрашиваете Вот-вот-вот Хочу-хочу-хочу А вы с последствиями Можете потом Вот так вот Справиться Это не так-то просто Человек испугается Ой-ой-ой-ой-ой А еще там пойдет Куда-нибудь Ему скажут Да Это ж ты же Глупый человек Сделал Вот это У тебя аллергия И прочее-прочее Какая там аллергия Это Лезет из тебя То что Было Внутри тебя И Ело Поэтому я Вот сразу Вам Сказал Так И стараюсь Да На ваши вопросы Отвечать Давать подробные Ответы Ну то что я знаю Рад что вы Оценили меня Как толковую Толкового дядьку Спасибо Так Посвящается Голодающим Цель воздержания Геннай Петрович Подскажите пожалуйста Однодневное голодание Один раз в день Подойдет Да подойдет Это прекрасная вещь Если вы Это будете делать Это О При условии питания Один раз в день Неделю Один раз в неделю Полное голодание На воде Вы знаете Цель воздержания Вы Вот тут важно Определиться Одно дело Для здоровья Голодать Вы нормально Питаетесь Раз в недельку Голодаете Вот это 24 часа О Прекрасно Для здоровья Если вы Для каких-то Других целей Хотите Голодать То есть Если там Такое Применяется Но это Уже Не Для здоровья Это уже совершенно Для других целей То есть Я в данном случае Рассказываю Для здоровья Раз в неделю О А лучше всего Раз в две недели На дни Кадаши Это 11 лунные сутки 26 Вот тут Вы можете Поголодать 36 Часов И все У вас Будет Нормально Хорошо Вы успеете Восстановиться И это Не будет Знаете Таким Каким-то Обременением Потому что Я когда голодал Вроде бы Раз в неделю Но такое Впечатление Что эта Неделя Проскакивает Опять надо Голодать Опять надо Голодать Опять надо Голодать Ну не знаю Мне как-то Это Напряженным Стало В свое время Когда я Занимался Поэтому Лично мне Организм Подсказывает Такую систему Не знаю Почему Как будто Ты В этот голос Мне Шепчет Соблюдай Одноразовое питание Одноразовое день Либо Двухразовое Завтрак И обед Вы знаете Вот это Когда-то Кто-то Что-то шепчет Это вообще Это Не совсем Хорошо Это говорит о том Что Кто-то Там Вами Руководит То есть Возможно Есть Подселение Так уж Скажем Вот Дело в том Что если Человек Будет Всего лишь Раз в день Есть Вероятность Застоя Изгущения Желчи Весьма Большая Вот смотрите Завтрак Вы позавтракали Желчи Столько Желчного Пузыря Опа Выделилось Пообедали Она Выделились Поужинали Она Выделились То есть Равномерное Так сказать Идет Опорожнение Желчного Пузыря Тут Важно Понимать То нет Застоя Желчи Потому что Желч Выбрасывается На На пищу В основном Даже так Где-то На жиренькую Пищу Там Способствует Лучшему Значит Расщеплению И вообще Работе Желудочно-кишечного Тракта Если У человека Имеется Распитание Желч Будет Застаиваться Она Будет Густеть Вероятность Камнеобразования Большая Вероятность Заселения Желудочно-кишечного Тракта Патогенной Микрофлоры Которую Желч Убивает Тужит Возрастает То есть Это Не есть Хорошо Здоровье Любит Регулярность Хоть понемножечку Но вы едите Нежели Один прием Пищи Допустим Когда там Человек Наелся Вот так Вот Пузо Но это Не совсем Полезно Для здоровья Я так скажу Вот Может Там Для Духовного Совершенства Раньше Так Было Если Человек Идет Особенно Христианство По пути Духовного Совершенства То Вообще Никакой Заботы О теле Не было Ни О теле Естественно Не о здоровье Все В руках Бога И вперед Поэтому Здесь Определитесь Я лично Говорю О здоровье И Для здоровья Полезно Голодание Раз в неделю Это Для лиц Особенно С конституцией Слизи Для Желственной Конституции Это Раз в две Недели Витренной Конституции Раз В две Недели Но 24 Часа Не более Того Это Сложности Проголодания Я тут Что-то Писал Да А Сложности Оздоровления Кристина Седова Добрый день Геннадий Петрович После выхода Из трехдневного Сухого Голодания Без контакта С водой С водой Очень сильно Кровоточат Десны Подскажите Из-за чего Может быть Полоска Творами Трав Не подскажете Что еще Можно Предпринять Заразие спасибо Кровоточат Десны Я бы В данном Случае Ну Кровоточат Десны Знаете Что Вот Вопрос Вот так Кровоточат Десны Больше Информации Никакой Нет Они могут Кровоточить Из-за того Что Сухой Голод Распаковал Вот эти Гнойные Мешки В которых Находятся Зубы И Вместе Допустим С кровью Откуда-то Там Гной Вот Сухое Голодание Особенно Для женщины Но это Вещь Такая Особенно Если Женщина Молодая Это Вещь Неполезная Ни для Здоровья Ни для Красоты Вот Обычное Голодание Да Что Делает Сухое Голодание Оно Внесет Сухость И Холод Подсушивание То есть Женская Составляющая Сразу Начинает Сдавать То есть Это Обвисание Кожи Может Быть И От Сухости Значит И Сморщивание И Красота Там Все Уходит И Что Там Еще Может Быть Да И Прерываются Нормальные Женские Вещи Менструальный Цикл То есть Это Голодание Все-таки Не совсем Для Женщин Подходит Вот Обычная Да Значит Что Тут Можно Делать Так Как Человек Теряет Круг Значит Надо Яблочно Свекольную Смесь Свекольного Сока Допустим Примерно Две Чайные Ложки А Яблочного Сока Стакан Вот Такая Пропорция Свеклу Есть Невкусно Да Ну На любителя Что называется На любителя Вообще Свекла Сильный Довольно Такий Продукт Очень Яркий У него Вкус Яркий Специфический Поэтому Мы как-то Не привыкли Нет Хотя Со сметанкой С чесночком Иногда Это свеколка Но Не свежую Дело в том Что Свежую Все-таки Со сметанкой И с чесночком Свежую Свежую Я ела Да Но много Чтобы ее все равно Не съешь Хорошо Ну смотрите Вот мы возьмем Половинку Половинку только Да Половинку Ну можем И все взять И начинаем Таинство Приготовления Соков Который Дает И Красоту И Ух Это Родин И Вы знаете Вот Когда Особенно Хорошо Я использовал Вот этот сок После Бани Баня Значит Сначала Я делал Пробежку Там Примерно Минут на Тридцать Потом Пошел В баньку Распарился И после И после Этого Первая Моя Еда Это Добавил Вот этот Вот Сок И Представляете У меня Даже Из Желчного Пузыря Вышли Такие Твердые Камушки Которые Буквально Таки Напоминали Семечки Вот А почему именно Такая пропорция На Одну Свеклу Четыре Яблока Четыре Яблока Потому Что Свекла Очень Сильный Овощ По своему Воздействию На организм И если Выпить Просто Сок А даже Две Столовые Ложки У вас Возникнет Головокружение Смотри У кого Может Даже Трвота Быть Знаете Свекла Открывает Различные Закупорки В организме Прекрасно Очищает Печень Правда Это Хорошо А сейчас Как раз Танюша Сама Скажет Правда Это Или нет Ну В смысле По Вкусу Сока Ей понравился Яблочное Сильный Деревый А теперь Вот этот Сок Как Она Открывает Я перед тем Как его Оценить Хочу Очень Порадоваться Что Есть Вкусное Целебное И очень Приятное Я уже Это вижу По цвету Средство По очистке Печени Потому Что Вот Женщины Молодые Начинают Друг друга Рассматривать Тут Что-то Типа Какие-то Веснушки Тут И все Говорят Это Вот вам Ответ И кровотверное Средство Свеклы Пахнет Ммм Какая удачная Тема У вас сегодня Геннадий Петрович Очень Хорошо Здесь Сочетается Вкус Яблок Такой Сладенький Добавляется Свекла И опять-таки Повторяется Какой-то Неповторимый Вкус Получается Неповторимый Вкус Который Ну Буквально Такие Знаете В него Сразу Влюбляешься И как Средство Прекрасное От Крови Для защиты От онкологии Да И удивительно Вот Тот же Самый Сорт Яблок Только что Был в Сельдереево Яблочном Соке Кислинка От яблока Там не чувствовалось Совсем Потому что Наверное Свежесть Сельдерея Задавала Такую Главную Солирующую Ноту И кислинка Яблочка Уходила У яблока Была сладость А здесь Послевкусием Почему-то идет еще Кислиночка Яблочная Удивительно И вот эта вот Кислиночка Как раз Посудится тому Что она Воду будет Удерживать Внутри Организма И мы будем Меньше потеть Лучше себя чувствовать И не обезвоживаться И не обезвоживаться Я вам конечно признаю Что я уже наелась Кстати Кстати Вы можете Действительно Выпив Стакан Всего лишь Навсего Вот этого Свежевыжимого Сока Свекольного Яблочного Позавтракать И даже можете Поужинать Поужинать Вообще Прекрасно От чайной Ложки До столовой Свекольного Сока Это в зависимости От того Как человек Переносит Свекольный Сок И его Разбавлять Свежевыжатым Яблочным Соком Стакан Это способствует Кроветворению Это будет способствовать К тому Что Все будет Укреплять То есть В данном Случа Да Это будет Способствовать Закреплению Укреплению Можно еще Полоскать Рот Конечно Какими-то Вяжущими Травами Типа Дубовой Коры Там Вот есть Такое Растение Листья Скумпии Очень Сильно Вяжет Можно Даже Немножечко Квасцами Полоскать Рот Допустим Чуточку Квасцов Растворили Пополоскали Рот Для того Чтобы Десна Стали Более Такими Жесткими То есть Немножко Кожа Задубела Чтобы Вот этого Не было Кровоточивости Ну и Вот Что я Сказал Вот этот Сок Возможно Тут И Сейчас Пойдет Зелень Свежую Зелень Салатики Поесть И Вот Вы Столкнулись С Сухим Володом Постарайтесь Его Не Это Не Делать Чувствуйте Как На него Реегирует Ваш Организм Либо Вы Не Знаете Как Его С него Правильно Выходить Из-за Того Что Вы Еще Не Изучили Свой Организм На Такое Мощное Воздействие Сухого Вода Поэтому Не Следует Делать То Что Вы Не Изучили Поголодали Сутки И Хорошо Значит Насчет Того Полоская Трав Что Можно Предпринять Трав Как Такие Дубящие Вяжущие И Свекольно Яблочная Смесь Сока Благодарю За Просмотр Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В Колокольчик И Подпишитесь На Ваше Участие Развивает Канал И Способствует Его Продвижению Вы Можете Посетить Бесплатно Мою Авторскую Библиотеку На Сайте Малахов Про Доброго Здоровья И До Новых Встреч